История. В семитских языках буква имела звуковое соответствие. «К» – звук типичный для семитских языков, но не имеющийся в большинстве индоевропейских языков. В греческом языке знак «копа» вероятно обозначал несколько лабиализованных задненебных взрывных согласных, среди которых «к» и «к». В результате более поздних звуковых изменений в греческом языке эти звуки преобразовались соответственно в «п» и «п». Таким образом «копа» трансформировалась в две буквы «копа» и «буква фи», сохранившаяся в современном греческом языке компьютерной кодировки. В юникоде за главной буквой «ку» соответствует «у» плюс 0 0 5 1, строчной «ко» «у» плюс 0 0 7 1, кодах «эээссияяя» и за главной буквой «ку» соответствует 81, строчной «ко» 113 в двоичной системе, соответственно 0 1 0 1 0 0 0 1 и 0 1 1 1 1 0 0 0 1, код и «бгдик» для заглавной «ко» 216 для строчной «ко» 152. Цифровые значения в HTML и XML и AMP, решетка 81 и AMP, решетка 113 для верхнего и нижнего регистра, соответственно. Использование в большинстве современных европейских языков с латинской письменностью, таких как романские и германские языки, буква «ку» почти всегда встречается только в диграфе «q», в английском языке этому диграфу почти всегда соответствует сочетание звуков, кроме заимствования из французского, где она читается как «к», в немецком, французском, португальском, испанском и каталанском языках читается как «к». Старые орфографии шведского языка и до сих пор во многих шведских фамилиях используются в составе диграфа «qv», в семитских языках используются для транслитерации эмфатического звука, в андских языках буква «q» означает глухой увулярный взрывной согласный «q», а также входит в состав диграфов «q» и «qh», означающих абруктивный «q» и придыхательный «q», соответственно, во многих языках применяется для обозначения звука «мфа-q».